Здравствуйте! Приветствую вас на канале Notix. Сегодня мы рассмотрим ноутбук для работы Lenovo V510-14. Это, как вы уже поняли, 14-дюймовый аппарат, такого непритязательного вида, который отлично подойдет для офисной работы. Давайте посмотрим на него поближе. Крышка ноутбука выполнена у нас из soft-touch пластика, он такой приятный на ощупь, на нем практически не остаются печатки пальцев, если пальцы сухие. Если грязные или мокрые, то останутся. Рабочая поверхность тоже у нас из черного пластика, то это уже шершавый на ощупь, обычный черный пластик, ничего особенного. Клавиатура у нас без цифрового блока, Q-Type, как обычно бывает у Lenovo, нажимается отлично, средний ход, с легкой отдачей печатать текст без проблем, все очень крайне удобно. Единственное, что мне не понравилось, то, что нет светодиодной подсветки, ну, в принципе, на этом минусы заканчиваются. У нас здесь есть отдельно выведенная кнопка включения, есть архаичный сканер отпечатков пальцев, тачпад в лучших традициях линейки ThinkPad, у нас имеет отдельно выделенные клавиши и, в принципе, хорошо реагирует и нажимается. Как мы уже говорили, здесь 14-дюймовый дисплей, разрешение у нас Full HD, покрытие антиблик, то есть Lenovo особенно выделяет, потому что антибликовое покрытие, это отлично. Но, к сожалению, матрица у нас TN, матрица темная, подсветки мне лично не хватало, то есть все время использовали на 100%, и цвет передачи тоже как-то в серый отдает, мне не очень понравилось, угла обзора также здесь никакущие, но, в принципе, для обычной офисной машины, ну, я считаю, что это норм. Что касается звука, ну, звук средненький, для Skype, для YouTube подойдет, но в остальном наушники или колонка, лучше наушники. На корпусе у нас есть 4 USB, один из которых Always On, то есть, ну, всегда можете от него зарядить смартфон или планшет, даже если ноутбук сам по себе выключен. У нас два в видеовыходах HDMI и VGA, есть RJ45 для план подключения, а также DVD-привод, который и так необходим 14-дюймовые модели. Толщина на устройстве составляет 2 см 3 мм, а весит он 1,6 кг. Наши конкретные модификации установлены низковольтным двухъядерным процессором Intel Core i5 с маркировкой 7200U и штатной частотой 2,5 ГГц. Оперативная память у нас 4 ГБ формата R4, а данные мы храним на SSD-накопителе объемом 256 ГБ. Кстати говоря, там внутри ноутбука есть место как для 2,5-дюймового, так и для M.2 слотов, так что, пожалуйста, кастомизируйте. И да, у нас 4 ГБ распаян на материнской плате, можно еще в пустой слот добавить 16 ГБ, а у вас будет 20 ГБ, вдруг вам для чего-то это нужно. Для чего вам подойдет такая начинка? Собственно говоря, это в первую очередь офисные машины, именно даже сами Lenovo позиционируют это как рабочие аппараты начального класса, начального уровня. Если вдруг вам не хватает денег на то, чтобы купить ThinkPad Action, а у вас есть деньги на покупку V-серии, пожалуйста. Они тоненькие, в принципе, не такие уж тяжелые. У вас есть возможность кастомизации. И да, здесь самое главное, так как это офисная машина, здесь довольно емкий аккумулятор. Здесь аккумулятор на 41 Вт часа, по заверениям Lenovo его хватит на 8 часов. Но, насколько мы знаем, такого аккумулятора с такой начинкой будет достаточно на 6 часов точно. То есть, вот если мы говорим об офисной работе в приложениях Microsoft, там у Vortex, Excel и так далее, либо 1S и вебсерфинг, на 6 часов его хватит. А также при этом дополнением является еще такая вещь. Мы говорили, что здесь есть привод, который довольно странно смотрится на современном 14-дюймовом ноутбуке. Но вы всегда можете его вот так вот, зажав, свынуть и вместо него, докупив, поставить еще один аккумулятор емкостью 35 Вт часа. Что, в принципе, будет неплохим подспорьем для еще более продолжительной работы в офисе и не только. Собственно говоря, осталось только добавить, что здесь установлен Windows 10 Professional, что может быть для кого-то плюсом. Особенно, если вы закупаете большое количество таких аппаратов для работы в домене, в своем предприятии. Ну, просто будет неплохим подспорьем. Не нужно будет доплачивать дополнительно за это. Ну, и стоит аппарат 45 тысяч рублей, что, по моему личному мнению, является довольно большой суммой. Но для корпоративного сегмента это не такие же большие деньги. Так что выбирайте сами. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...